Круглый стол Секцию в этом году проводит вновь образованная в составе Высшей школы экономики Высшая школа бизнеса, куда Институт менеджмента и инноваций, вам хорошо известный, вошел в качестве структурного подразделения по приглашению декана. И мы очень рады, что наше предложение сделать одной из ключевых тем, ключевых исследовательских и экспертных треков работы Института в составе Высшей школы бизнеса стало как раз тема быстрорастущих технологических компаний. Мы с прошлого года начали лонгитюдные исследования, и Вы знаете, что мы уже много лет занимаемся этой темой, рейтингуем компании, анализируем, участвуем в деятельности, связанной с их организацией и доведением до власти значения этого слоя компаний. Мы проводили Миннековский проект национальные чемпионы, который вот тоже спешу, так сказать, поделиться радостью, если кто не знает, в новом формате возобновляется. Министр Решетников подписал соглашение между Ассоциацией национальных чемпионов и Министерством экономического развития. У нас теперь де-юре, опять продолжается проект, только теперь он имеет несколько более высокий статус, уже не ведомственный, а надведомственный, потому что включилась в работу и аппарат проекта, и другие фаивы. Но об этом коллеги расскажут несколько позже. А вначале мы, так как мы на научной конференции, мы хотели бы еще раз вернуться к теме быстрорастущих компаний, которых очень интересно, на мой взгляд, во всем мире подсветил вот этот случившийся коронавирусный кризис, тема стала чрезвычайно актуальной. То есть, во-первых, появилось несколько новых сильных публикаций, в 2020, уже в 2021 году вышел доклад Мирового банка, Европейской комиссии, посвященной значению этих компаний. И исследователи и эксперты сходятся на том, что оптика коронавирусного кризиса еще раз показала, что, несмотря на то, что эти компании составляют 4-6, по некоторым оценкам, до 10% популяции фирм в национальных экономиках, они обеспечивают до половины новых рабочих мест, они являются главными драйверами экспорта, они являются главными инноваторами, то есть, как правило, они являются очень инновационно активными, и за счет этого как раз быстро растут. И в целом у них выше производительность труда. В общем, по очень многим показателям, если вы хотите строить какую-то экономическую политику, промышленную политику, инновационную политику, этот слой компаний является настолько важным, что не учитывать его в стратегиях, планах развития, в программах поддержки, ну, теперь уже просто невозможно. И на сегодняшний день около 50 программ запущено по всему миру. Вот у нас присутствует наш классик российского газоневедения Андрей Юрьевич Юданов, он как раз в прошлом году опубликовал статью, по-моему, осенью, где подсчитал все эти программы, проанализировал их, и, в общем-то, ну, их еще недавно, их число, там, 2-3, там, 5 лет назад, было гораздо меньше. То есть, это мейнстрим, причем мировой мейнстрим, и мы рады, что у нас он тоже как-то развивается. Но есть одна проблема. Проблема, связанная с тем, что, несмотря на то, что слой этот очень интересен, и все его сейчас стали исследовать, выстроить в отношении него специальные, там, политики, программы поддержки и так далее, проблема в том, что компании эти трудноуловимы. Ну, вот если просто брать быстрорастущие, да, то есть высокие темпы роста выручки, высокие темпы роста числа занятых, во-первых, как определять сами параметры быстрого роста, во-вторых, очень часто компания с траекторией быстрого роста уходит и перестает быть быстрорастущих, число быстро меняется. Каким параметрам? И как нам сделать этот объект более-менее устойчивым, чтобы он не выходил из фокуса? Ну, вот у нас, как вы знаете, есть свой вариант ответа, то есть мы среди всех быстрорастущих выделяем именно быстрорастущие за счет технологических инноваций, и считаем, что именно эта стратегия, стратегия технологического отрыва, которую они взяли, и позволяет им долговременно и устойчиво расти. Но эта гипотеза, как бы, ну, остается гипотезой, пока она не подтверждена, не исследована. И сегодня мы поделимся новыми результатами исследования нашего института, который подтверждает, что, ну, похоже, это действительно так. И это будет наш первый доклад, его сделают мы заместитель Станислав Размироевич, потом у нас будет интересный, в общем, доклад Андрея Юданова, я уже сказал, классика российского газоведения, и он расскажет о том, как как раз в оптике коронавирусного кризиса сказались проблемы инновационного развития, и он уже там рассматривает совсем новые. То есть вы знаете, что мы не так давно произвели новый отбор национальных чемпионов, число увеличилось с 82 до 97, новые 15 компаний пополнены ряды, и Андрей Юрьевич уже очень оперативно для, так сказать, академической позиции, которую он занимает, очень оперативно уже, так сказать, посмотрел их кейсы и сделал какие-то обобщения. Вот, это как бы научная часть нашего круглого стола, а потом мы перейдем к практической, то есть мы выслушаем уважаемых лидеров, руководителей, собственников компаний, быстросудно-технологических компаний, национальных чемпионов, а потом, наконец, перейдем к части выстраивания политики в отношении них. То есть мы еще раз зайдем на этот феномен, еще раз определимся, кто же они такие, послушаем их самих, как они ведут себя в ситуации кризиса, и потом послушаем представителей власти, да, у нас будет Министерство экономического развития, у нас уже присутствует руководитель аппарата омбудсмена по защите высокотехнологичных компаний лидеров. ПОСС, кстати, тоже создан совсем недавно, чуть больше года назад, но уже активная работа ведется в сфере Джиара и экспертной поддержки. Вот, и таким образом мы посмотрим, как в России эта тема отыгрывается вот в кризисной и коронавирусной ситуации. Итак, регламент я предлагаю на доклады 10 минут, на выступления 7 минут. Роль, пожалуйста, по возможности соблюдать регламент, но еще что-то очень интересное, наверное, можно немножко его преувеличивать, так сказать, выходить, чуть-чуть выходить за рамки, но не сильно. Мы будем за этим следить. Я предоставляю слово Станиславу Размировичу, заместителю директора Института менеджмента и инноваций высшей школы бизнеса, высшей школы экономики, Станислав предложил, на мой взгляд, немножко дерзкое название своего доклада, но взгляд на российские быстрорастущие компании. Ну, это правильно, давай немножко взбодрим ситуацию. Так, видно презентацию? Станислав, я правильно понимаю, что это результаты нашего, первого этапа нашего лонгитюдного исследования, которое мы проводим в рамках работы с высшей школой бизнеса. Да, совершенно верно. Меня слышно? Видно? Да. Презентацию видно? Не видно. Мы не видим. Хорошо, тогда... Значит, Стас, кому-то не видно. Кто-то сказал, что нам не видно. Не видно? Я видел. Видно. Всем кроме нас? Не знаю, я расшарил. Хорошо, коллеги, если вдруг, может быть, перезагрузиться, перезайти, может быть, так будет лучше. Спасибо. Да, с вашего позволения я начну. Значит, да, сегодня мы расскажем о той предварительных результатах той работы, которую мы провели в рамках нашего исследования по быстрорастущим российским компаниям. Ну, Дан сказал, что наш институт давно уже занимается такого рода исследованием, но в основном мы были такими эмпириками, то есть проводили анкетирование, проводили интервью, делали кейсы на темы быстрорастущих компаний. Сейчас мы, в том числе, решили немножечко заглянуть в том числе в формально-статистические данные и провести анализ тех данных, которые представлены в отчетности российских компаний, которые выкладываются в информационные системы, такие как Spark и Ruslan. Значит, что мы сделали? Мы взяли Ruslan как источник данных, вырезали там частные действующие компании, взяли основные секторские, компания промышленности и профессиональных услуг, применили достаточно жесткий критерий, который заложен в определении ОСР, а именно темпы роста за последние три года 20%, при этом с корректировкой на инфляцию, и численность персонала более 10 человек тоже за последние три года, как нам рекомендует, собственно, ОСР. Плюс к этому посмотрели, чтобы на старте выручка в базовом году, то есть в 2016 году выручка как минимум позволяла выплачивать МРОД на эти 10 человек, то есть чтобы была не нулевая выручка и какая-то уже позволяла содержать как минимум 10 человек. Ну и применили еще дополнительные критерии, потому что мы хотели выявить прежде всего устойчиво присутствующие на рынке компании, поэтому применили критерий наличия нематериальных активов, которые на наш взгляд как раз характеризуют компании, которые заинтересованы в долгосрочном присутствии на рынке, а не просто, так сказать, что называется, воспользоваться рыночной конъюнктурой, получить какие-то свои доходы и с рынка уйти. Значит, у нас всего получилось в выборке довольно небольшое количество компаний со всеми этими жесткими условиями, а именно 324 компании, при этом они распределились как среди производственников, так и среди услуг, при этом в услугах довольно значительная доля это IT-компании, инжиниринговые компании, то есть компании, предоставляющие профессиональные услуги. При этом, как пишут наши коллеги за рубежом, которые мы, так сказать, тоже проанализировали в ходе этой работы, действительно во всем мире сектор услуг считается одним из наиболее быстрорастущих секторов, то есть Россия в этом смысле мало чем отличается от этого тренда. Как распределились компании по формальным кодам АКВЭД, значит, которые действуют в России и по технологической интенсивности, по типам, значит, низкотехнологичные, среднетехнологичные, высокотехнологичные и так далее. Значит, ну, довольно большая доля присутствует быстрорастущих компаний в секторе обработки, при этом это в основном, можно снизу видеть, это в основном все-таки низко- и среднетехнологические производственные сектора. К сожалению, высокотехнологических производств в России оказалось не так много. зато довольно много высокотехнологических наукоемких услуг и наукоемких рыночных услуг. Несмотря на бурный рост сельского хозяйства и довольно, так сказать, весомую долю добычи в российской экономике, они составили не такие уж и большие доли в нашей выборке. Мы разделили, попытались разделить, разделили компании на инновационные и неинновационные. И вот, что нас удивило по этой выборке, довольно большая доля инновационных компаний. Мы ожидали, честно говоря, гораздо меньшую долю. То есть, порядка 45% компаний могут быть отнесены к категории инновационных. Как мы определяли инновационность? Прежде всего, по формальным критериям, то есть, по наличию патентов действующих или заявок на патенты, которые сейчас в настоящее время находятся в состоянии оформления. Сюда же относится регистрация баз данных, регистрация программного обеспечения и так далее. В общем, все, что фиксируется как результат интеллектуальной деятельности, кроме торговых знаков. И строка в отчетности по наличию результатов исследований и разработок. Такая статья сейчас, налоговая отчетность существует, и можно ее, значит, было отследить. Вот таким образом, больше трети компаний, которые мы определили как инновационные, были по этим формальным критериям определены. Кроме этого, остальные компании мы еще дополнительно подвергли экспертной оценке с использованием, посмотрели, что у них на сайтах представлено. То есть, если компания демонстрирует, заявляет о том, что она разрабатывает новые продукты, если она заявляет о том, что она ведет исследования и разработки, если она заявляет, что у нее есть какие-то исследовательские, конструкторские, проектные подразделения, то в этом случае компания тоже относилась к категории инновационных. Дальше мы посмотрели, как они распределяются между секторами. Ну и здесь вот видно, что инновационные компании в значительной степени представлены в обрабатывающем секторе и в профессиональной научно-технической деятельности, а также информации и связи. Не инновационные, тоже значительная часть это обрабатывающая, горнодобывающая и сельская, инновационных, вот как раз в последних двух практически нету, очень мало. То же самое по технологической интенсивности. Значит, инновационные в основном это высокотехнологичные, наукоемкие услуги, высокотехнологичное производство, ну и некоторое количество среднетехнологичного производства. А вот низкотехнологичное производство, добыча, опять-таки, сельское хозяйство представлено гораздо слабее. Посмотрели по тому, как среди быстрорастущих компаний представлены компании-экспортеры. Потому что по ряду публикаций, опять-таки, мы видели, что за рубежом считается, что экспорт является одним из важных драйверов, важных факторов того, что компания становится быстро, показывает быстрые темпы роста. У нас, к сожалению, не так много компаний оказалось экспортерами среди быстрорастущих компаний. Всего 13% из всей нашей выборки в 240 являются экспортерами. При этом инновационные компании среди экспортеров представлены в меньшей даже доле, чем среди всей выборки. То есть инновационные компании пока в значительной степени работают наши на внутренний рынок, не выходят на экспорт. Ну, соответственно, здесь вот видно распределение, в том числе по уровню технологической интенсивности. Ну, не сильно отличается, честно говоря, по общей структуре. Может быть, чуть меньше добычи. Что интересно, значит, в быстрорастущих компаниях экспортеров в области добычи не так уж и много по сравнению с общей выборкой. Значит, мы распределили общую выборку по квартелям, то есть разделили на четыре части по темпам роста. То есть в первом квартеле, соответственно, максимальные темпы роста за три года последние. Четвертый квартель – это самые невысокие темпы роста, хотя и выше 20%. И вот что любопытно, то есть экспортеры демонстрируют самые бурные темпы роста. Компании в первом квартеле больше всего, но дальше идет уменьшение их присутствия в этих квартелях. А вот инновационные компании, наоборот, относительно меньше демонстрируют быстрые темпы роста, зато также меньше демонстрируют относительно низкие темпы роста. И сосредоточены во втором и третьем квартеле, то есть у них такой достаточно устойчивый, стабильный, быстрый рост. Компании без экспорта, как вы видите, равномерно распределены, не инновационные, демонстрируют такую U-образную структуру выборки скорее. Далее, то, что нам показалось одним из наиболее интересных результатов, мы посмотрели, вернее, скажем так, мы услышали в докладе Всемирного банка, который нас очень вдохновил, который вышел в конце 2019 года, о том, что эпизод быстрого роста – это довольно стахастическая, скажем так, величина, случайно возникающая и также быстро исчезающая. Поэтому мы решили посмотреть, что происходит с нашими быстрорастущими компаниями в предыдущие годы. И помимо того, что мы посчитали за 2019-2016 год темпа роста, мы дополнительно посмотрели периоды 2018-2015, 2017-2014 и так далее вплоть до 2011 года. Вот эти вот по три года темпы роста. И мы разделили, ну здесь уже мы разделили по инновационным, неинновационным, и выяснилось, что на самом деле вот такой единичный эпизод быстрого роста больше присущ неинновационным компаниям, то есть это вот верхняя диаграмма линейчатая, а инновационные – это вот оранжевая. И получается, что те компании, которые демонстрируют два и больше периодов роста, три-четыре периода, они гораздо чаще представлены среди компаний инновационных, чем среди неинновационных. Какой вывод мы из этого делаем? Мы делаем вывод, что все-таки инновации являются той основой, тем фактором, который обеспечивает не просто разовый эпизод быстрого роста, а дают основание надеяться на то, что этот быстрый рост будет повторяться от периода к периоду. Тем самым поддерживая инновационные быстрорастущие компании, можно предполагать, что они и дальше будут продолжать показывать быстрый рост. Дополнительно мы еще здесь посчитали и показали темпы роста уже не за три года, а за пять лет. И видно, что у ней инновационных компаний действительно… Да, здесь представлены тоже квартели, то есть верхний уз – это первый квартель, нижний уз – это четвертый квартель, и коробочка, середина – это средние квартели. И видно, что действительно разброс у ней инновационных компаний гораздо выше, то есть они как быстро растут, так и быстро в том числе не только снижают темпы роста, но и показывают отрицательные темпы роста. В то время как у инновационных, соответственно, такие разбросы гораздо меньше. Ну и по экспортерам, не инновационным, инновационным, здесь, конечно, больше влияние отдельных выплесков, поскольку выборка просто очень небольшая. Но, тем не менее, тоже видно, что инновационные компании гораздо более компактно сосредоточены в устойчивых и долгосрочных, долговременных темпах роста. Ну и, наконец, выводы. Еще раз резюмирую все то, что я сказал. Российские быстрорастущие компании представлены как в производственных секторах, так и в секторе услуг. При этом производственные сектора в основном все-таки низко- и среднетехнологические. Среди той выборки, которую мы сформировали, быстрорастущих компаний, высокая доля инновационно-активных компаний, почти половина от выборки. При этом инновационные компании широко представлены в высокотехнологичных секторах, а БРК из низкотехнологичных секторов, инновации к инновационным компаниям, категории инновационных компаний относятся гораздо реже. Доля экспортеров среди быстрорастущих компаний пока невелика, в основном работают на внутренний рынок, при этом инновационные являются экспортерами относительно реже остальных, то есть еще более сфокусированы на внутреннем рынке. Экспортеры показывают относительно высокие темпы роста относительно других, там гораздо больше компаний с высокими темпами роста, в то время как у инновационных быстрорастущих компаний рост более устойчивый и продолжительный. Ну и, наконец, для нас самый важный, как я уже сказал, вывод о том, что для инновационных быстрорастущих компаний быстрый рост – это не разовый эпизод в их биографии, а повторяющиеся явления, и, на наш взгляд, поддержка их со стороны государства в этом смысле имеет основания говорить о том, что такая поддержка будет приводить к тому, что рост будет повторяться и в дальнейшем. Все, я на этом закончил. Станислав, спасибо, да, довольно любопытно. Коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы к первому докладчику? Вопросы в конце тогда. Да, хорошо. Если не трудно, в принципе, цифры-то общие большие, но для нашей страны 324 компаний – это мало, но 6,8 высокотехнологических компаний – это всего лишь 22 компании на всю страну. Это, конечно, совсем плохие, если честно. Да, я еще раз повторил, что мы применили очень жесткие критерии, которые нам рекомендует ОСР, а именно выше 20%, при этом с корректировкой на инфляцию. Ну вот, к сожалению, так получилось. Михаил Ильич, ну это, так сказать, действительно ОСРовский подход, который еще там идет от Бёрча и так далее. Как мы знаем, мы, когда мы практически работаем с быстрорастущими технологическими компаниями, у нас более, как бы сказать, адекватные к нашей ситуации показатели, да, и у рейтинга тех успех, например, там до 10% КАГР, вот, и другие можно подходы посмотреть. Но я просто хочу сказать, что скорее это такой краш-тест, да, то есть вот посмотреть самые-самые жесткие критерии, чтобы вот высветить наиболее яркие тренды, да, поэтому и выборка относительно небольшая. Просто Станислав не упомянул, но два года назад мы делали гораздо большие выборки с более мягкими критериями, тоже смотрели БРК, технологические, БРК по секторам, вот, была опубликована статья, там, и докладывающая по экономике. Но выводы в целом, там еще не было подтверждения вот того, что Станислав сейчас доложил, что, на мой взгляд, очень интересно, да, что инновационность, она, возможно, является, как раз признан, ну, главным свойством компании, которая демонстрирует долговременный устойчивый рост, да, эпизоды роста у них возобновляются, там этого еще не было, но в остальном, вот, и сектор услуг, и вот как выглядят низкотехнологичные сектора, экспортная ситуация, она была там примерно такая же. То есть, в этом смысле, это, как бы, некоторое подтверждение тех водов доклада. Так, Станислав? Да, мы тогда брали гораздо более мягкие условия, то есть, 10% годового роста примерно там получалось, и без корректировки на инфляцию, там, действительно, было там 30 тысяч компаний по всей России, которые так или иначе соответствовали, вот. Но здесь мы решили, так сказать, совсем жестко подойти. Да, ну, чтобы высветить, высветить основные моменты. Хорошо, спасибо, тем не менее, мне кажется, это важный, важный момент. Мы два года назад проводили, значит, очередной институтский семинар, и вот у нас тоже выступали с докладом со Станиславом, тоже были промежуточные исследования по быстрорастущим технологическим компаниям нашего института, вот, как раз Андрей Юрьевич Юданов был оппонентом, и он тогда нас и натолкнул на мысль по поводу того, посмотреть, как там технологические, значит, преимущества, да, стратегия технологического отрыва может влиять на долговременный рост. Вот тогда он нам предложил, сказать, обратить внимание на тезис Израиля Кирцнера, австрийского экономиста, который принадлежит австрийской школе, в котором он сформулировал следующее, что для, значит, компаний на рынке, для того, чтобы долговременно расти, нужно иметь какой-то хорошо защищенный актив, чтобы конкуренты не смогли его отнять или скопировать. Актив может быть разным, но вот как раз возникла идея, что одним из активов может быть как раз инновационность компании, ее технологические характеристики, ее, так сказать, неокровские заделы, которые гарантируют долговременный технологический отрыв от конкурентов, и за счет этого актива она может демонстрировать этот самый долговременный рост. Нам кажется, что если вот в этой логике рассмотреть, то вот эти результаты, которые сейчас Станислав доложил, они подтверждают вот этот тезис Кирцнера, на который Андрей Юрьевич обратил внимание. Я бы сейчас тогда передал бы слово, собственно, Андрею Юрьевичу Юданову, он как-то скромно не комментирует наши результаты, но, может быть, это сделает в рамках своего доклада. Я-то могу сказать то, что нет, во-первых, вас двое, и вы свое собственное исследование представляете, ну куда бы мне лезть с этими самыми комментариями. А во-вторых, ну да, это, понимаете, вот то, что мало фирм, это довольно понятная штука. Если ты хочешь понять как бы по площадям, где чего больше шевелится, где больше активно развивающихся фирм, надо брать слабые критерии, тогда будет большая выборка, тогда будут репрезентативными данные о том, в каком регионе, в какой отрасли и так далее, и так далее, и так далее. А вот если ты хочешь как бы найти специфику предприятия, найти, что же их выделяет от других, тогда ты должен завышать критерии, останется фирм мало, но мало будет и шума. Это для, так сказать, 10 кнарей достаточно, это насчет подавления шума легче всего не мне говорить, а остальным. Когда берешь самые яркие, самые, так сказать, заметные проявления, то всегда их мало, но всегда ты за этот счет снижаешь шум, понимаешь в чем дело. Ну, так сказать, с точки зрения идеологии, подхода, мне все нравится. Так что я лучше помалкивать буду. Андрей Юрьевич, спасибо, но помалкивать не удастся, вы следующий докладчик. Я так понимаю, в нем вы как раз довольно хорошо тоже подавили белый шум. Тема Андрея Юрьевича, коронавирус как местная анестезия, проблема инновационного развития. Я так понимаю, вы там проанализировали несколько конкретных примеров быстрорастущих компаний, в том числе и с числа национальных чемпионов, что интересно, вновь отобранных недавно ассоциаций. Взбитных не видно презентацию. Презентацию, к сожалению, не видно. Я не вижу. Да, я сейчас попробую ее как бы другим способом вытащить. Я не туда... Если что, она у нас есть, мы можем попросить организаторов вывести и листать слайды по вашему указанию. Сейчас я надеюсь все-таки, что сам. Так, сейчас, 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 сейчас войти туда. Так, войду вон еще раз. Одну секундочку. Я, наверное, должен был раньше начать готовиться, но... В смысле постановки презентации. Но вот, что от моего компьютера... Так, сейчас... Сейчас, сейчас, педана в круглый стол. Да-да-да. Отправляем. Открыть. Так. Ничего не перевел. Лучше через расшарить весь экран, Андрей Юрьевич. А как это вот сделать? Значит... А там-то первая опция, когда вот вы нажимаете... Чего? Это я вот не где точечки влез, а где стрелочка входит в квадратик, да? Да. И вот первая опция рабочий стол показать. Первая опция... Первая слева. Вот. У вас открывается меню рабочий стол. Да, на рабочий стол я должен вытащить презентацию, да? У вас должно быть, да, ну, где-то он там вот открыт. Вот. Вот мы видим уже, PowerPoint прогружается. Начинается, да? Ага. И он будет нормально у меня управляться. Да, и вы можете сделать, ну, демонстрацию, нажать на кнопку демонстрации, чтобы мы... Да, пока слайдер, сейчас. Тогда все сейчас. Спасибо. Коллеги, уважаемые, ну, пока оно как бы демонстрируется, я начну. У меня, в общем, понимаете ли, довольно такое пессимистическое воззрение на то, что происходит во время коронавируса и насколько мы... Видно стало? Вот сейчас, по идее, у меня весь экран. Да, видно. Видно, да? Хорошо. Значит, и я буду страшно рад, если удастся, если что услышать от коллег, выступающих практиков в первую очередь, ну, естественно, и от тех, кто исследовал этот вопрос, что я не прав. Мне очень хочется, чтобы вот такое общее мнение о том, что коронавирус, вот перегнав всех на дистант, заставил освоить минимум цифровой грамотности там и вот тех же самых MS Teams, ну, буквально тех людей, которые совсем не шевелились в этом плане. Вроде бы как бы мы получили дополнительный толчок и вот сейчас, сейчас, сейчас пойдет развитие быстротехнологических компаний. Я о чем хочу, собственно, на своем докладе сказать. Ну, во-первых, это исследованиями давними уже хорошо установлено, вот, в частности, немецким экономистам и Хершкрайнзенам доказано, что на самом деле по-хорошему развивается высокотехнологичный сектор тогда, когда он чего-то перебрасывает в низкотехнологичный сектор. То есть мы не должны сидеть и, так сказать, запариваться тем, как между собой небольшое количество хай-тековых стартапов обмениваются какими-то высокими достижениями. Да, наверное, в Кремниевой долине, там, где вся среда на это нас отстроена, это может и быть существенным. Но если даже брать, вот, тут не случайно диаграмма касается 15 Европейского Союза стран, то есть старому Европейскому Союзу, это речь идет всяких там Англиях, там, даже не знаю, Англия входила, наверное, входила, вот, Германиях, там, Нидерландах и так далее. Вот, то мы увидим, что промышленности, по крайней мере, низкотехнологичные и средние, но низкая часть по технологии преобладают. Поэтому, ну, надо полагать, мы немножко отстаем, от старой Европы. Скорее всего, то, что у них в 15-м году для нас более чем справедливо. То есть, смысл заключается в том, чтобы каким-то боком осуществить переброску высоких технологий от высокого технологичного сектора к низкотехнологичному. Вот, и в тезисах своих, которых, которые, так сказать, доступны. И на этой картинке я опираясь там на собственного аспиранта, аспиранты, чем-то нужны, вот, попытался выявить те проблемные точки, которые, так сказать, больше всего сдвигают и затрудняют передачу. Значит, вот первая точка от высокотехнологичных отраслей, что идет к низкотехнологичным, традиционным отраслям экономики. На самом деле, здесь вот бутылочное горлышко есть. Не знает хай-тек, что на самом деле нужно на производстве вот таком обычном лоу-тековом. И это не так просто узнать. Ведь это же ты вот сидишь в своем мире, где свои там программные проблемы, там, я не знаю, несколько топовых направлений исследований есть, которые стягивают всю интеллектуальную мощь, типа, там, создание беспилотника движущимся по дорогам. А вот, ну, я не знаю, в виноделии, чего надо вот с точки зрения хай-тековской технологии. Это первая точка. Вторая точка на приеме всего этого. Раз ты не очень знал, ты сделал не очень адаптированное, это типичная supply-driven innovation, вот, она очень фигово находит в себе применение в традиционной отрасли. Дальше, третья точка, а что, так сказать, лоу-тек отрасли, они тоже сталкиваются с бутылочным горлышком какого рода. Они не знают, чего есть в высоких технологиях, но что есть не просто вообще, а что есть такого, которое применимое. И они не знают, как сформулировать правильно задачу, так, чтобы ее хай-тек понял. Потому что, ну, кто особенно контактировал с математиками и с программистами знают, что задача по-человечески объяснить, чего тебе, ну, в данном случае мне, экономисту, нужно от них, это страшная проблема. Вот с инженерами лучше работать, потому что они на результат нацелены лучше. Поэтому, если математик, то лучше, пускай, будет инженер. Ну и последнее, вот она сейчас тут почему-то этим самым ярлочком пока слайдов, четвертая точка, это вот когда неясное пожелание приходит от традиционной отрасли в высокотехнологичной отрасли, тем тоже не хочется и трудно и непонятно зачем переваривать это, когда тебе говорят пойди туда, не знаю куда, не знаю где, что, ну и что. НКС-пятая точка, она стоит бутылочное горлышко в традиционных отраслях экономики, это внутреннее сопротивление. Ну так вот, собственно говоря, я к чему все веду. К сожалению, мне кажется, что коронавирус и вот появившаяся потом некая эйфория, что вот сейчас цифровизация охватит всю страну, это довольно поверхностный процесс. То есть, вот из пяти этих точек ослабла точно пятая точка, потому что, ну когда всех загоняют на дистант, то там с сопротивлением каким-то там технологическим инновациям, где когда между тобой и клиентом поставят робота, это, ну, затухает это, тяжело это, когда на дистанции и на вообще ситуации, что вот-вот предприятие закроется, это да, пятая, это пятая бутылочная горлышко, наверное, неактивна. В какой-то мере третья бутылочная горлышко тоже стала не таким жестким, потому что предприятиям традиционного типа, столкнувшимся особенно с падением спроса, им нужно что-то искать, они поэтому больше, лучше вертят головой, лучше пытаются понять это. Все остальное не расширилось, все остальные узкие места не расширились, а может быть отчасти даже и сузились, когда у хай-тека полно заказов простых и в тех областях, где они сильны и легко находят ответы, им незачем искать трудных решений по приспособлению того, что они умеют к конкретным запросам отраслей. То есть, понимаете, меня очень беспокоит, что все это сведется к странной комбинации роботизированной вклад плюс велорикша в качестве доставщика. Где тут прогресс? Это я имею ввиду, вы знаете всякие там ресторанные истории и так далее. Там где-то возникает небольшая так сказать небольшой анклавчик скрапления высоких из налоги, а ножки-то у этого гиганта оказываются глиняными. Повторяю, мне очень хочется, чтобы я оказался неправ. Идея заключается в том, чтобы инновация перешла от линейного развития, которая в общем-то толкает в основном именно хай-тек. Они что-то придумали, потом это перешло на уровень разработок конкретного производства, а потом ищут куда бы это приткнуть на практике. Хочется, чтобы это больше двинулось к интерактивной ситуации, модели, и когда общаются те и другие. И здесь вот у меня колоссальные надежды на ту самую ассоциацию быстрорастущих технологических компаний, которые представлены нашими хозяевами. Я просто приведу, о чем я хочу сказать. Здесь необходимо несколько усилий. Не верю я, что в догоняющего типа экономики вроде нас все само трясется. Нужны усилия. Усилия тройного рода. Первого рода селективные. То есть, во-первых, не надо стоять с мегафоном на Красной площади и орать. Вот вы давайте развивайте технологии. Надо сначала понять, кто достигает успехов, причем успехов двоякого качества. Технологических успехов и успехов в завоевании рынка. Он даже не технологичный сейчас. Он относится к тем синеньким квадратиком, который нам показывали на предыдущей презентации. Но он что-то нашел, он умеет расти. Вот сосредоточить внимание на тех, кто силен. Силен в технологиях, силен в завоевании рынка. Второй момент. Обеспечить среду информационное общение. Вот здесь технология ассоциации быстрорастущих компаний по-моему должна быть. наверное в том числе и финансирование нужно. Наверное нужно, ну так не наверное а точно нужен консьерж сервис умение раздвигать проблемы. Какая как бы вот это собственно я понимаю что я уже договорил лишнего. Какая как бы ну идеальная ситуация мне видится. Я просто посмотрел фирмы которые вроде совсем далеки от высоких технологий и посмотрел как они иногда слепаются. Если им помочь вот в этом деле это будет здорово. К пример завод премиксов номер один это фирма сейчас входящая в систему приомских вот этих предприятий. вот премиксы это добавки к кормам которые делают их подходящими причем премиксы бывают специализированы для тех для всех откос до картов. Предистория когда-то хай-тек проявил себя в компании Тензо-М давно уже начало 2000-х годов когда тензометрические всякие весы делали и очень старались ребята из авиационной бывшей промышленности чего поставили это оборудование на завод премиксов номер один и получилась вот удивительная вещь вещь которую раньше достигали только буржуины то есть с помощью вот высоких технологий в совсем примитивном деле потому что ну что ж такое премикс это просто по умам это перемешивание кормов с какими-то действующими веществами но итоги фантастические вот то что внизу написано возможно распределить примерно 10 грамм субстанции равномерно в тонне премикса прицельное обеспечение потребности клиента это давняя история смотрите они стали применять инновационные технологии у себя их понесло конечно и связь с исторически советскими еще научными отраслевыми институтами там много чего намешано чего я не могу рассказывать вышли в глубокую переработку того самого зерна с которым они все время имеют дело значит эллизин на базе переработки зерна пшеница обычно с кукурузой делают смотрите рывок снова вперед технологический а принимаем мы вот ну так сказать я имел честь быть одним из экспертов в отборе очередных компаний принимаем мы туда биомид оказывается там есть во-первых знают они эту фирму завод премиксов номер один во-вторых есть контакт в-третьих сам биомид это биомид это биологическое производство разных продуктов ферментов аминокислот витаминов но они подумали подумали и решили что а мы этими биотехнологическими способами можем и микроэлементы усвояемые вот та самая хорошая усвояемость кроличьего мяса делать для в том числе завода премиксов номер один и что получается а получается что вот когда они сделали свой вот этот комплекс АМЭК 7М то оказывается он хороший для свиней для поросят и для телят и так далее и что самое меня восхищающее это главное чем они хвалятся что в помете всех этих зверюшек нету этих минеральных добавок сложных то бишь они не проскакивают насквозь так что где-то как бы полезная нагрузка один к десяти а все усваивается то есть зверюшку не травим экономим на издержках и завязываемся в какой-то вот кластероподобный не только стихийно возникающий не вот те кластеры которые мы решением губернатора в каком-то областном месте организуем а стихийным образом завязывающаяся взаимосвязь разных быстрорастущих компаний вот Андреевич прошу прощения очень интересно но можно немножко отца я кончил я прошу прощения я бы еще добавил что там еще не генетики участвуют во всем этом кластере и Курчатовский институт ну вот так вот на секундочку именно поэтому мне очень хочется чтобы все получилось здорово с ассоциацией БРК Андреевич извините я вас перебил но вы все спасибо спасибо значит да спасибо спасибо за интересный доклад и за то что называется самые последние значит только только что отобранные национальные чемпионы уже в зоне вашего внимания находятся и вы видите как они взаимодействуют с предыдущими это действительно действительно очень интересная история у нас консорциумы между национальными чемпионами начали завязываться еще и так сказать на предыдущих этапах вот в частности там консорциум по 5G куда там вошли наши телекоммуникационные компании там объединяются то есть и западные тоже так сказать наблюдатели исследователи эксперты отмечают что консорциум это как раз нетворкинг из которого получаются какие-то консорциумы совместные истории совместные технологические цепочки которые общую силу таких компаний увеличивают это очень здорово именно в таких конфигурациях быстрорастущие компании чувствуют себя хорошо и находят возможности дальнейшего быстрого роста еще раз спасибо на речи предлагаю сейчас мы выслушали два довольно таких научных доклада посмотрели в целом на слой небольшой тонкий как Михаил Павлюк заметил в России слой быстрорастущих инновационных компаний которые растут за счет технологических инноваций я предлагаю сейчас перейти к кейсам послушать собственно сами компании как они работали в рамках коронавирусного кризиса что у них нового в стратегиях какие у них барьеры внутренние и внешние как они их преодолевают или может быть им нужно помочь их преодолеть и тогда после этого мы логично перейдем к теме государственной политики к нам Министерство экономического развития Горщик Петров присоединился и Александр Лиханов здесь поэтому я предлагаю сейчас выступить Михаилу Павлику генеральному директору компании Миландр производителю микросхем и различных различных продукций микроэлектроники который является национальным чемпионом еще первого отбора и один учредитель ассоциаций национальных чемпионов Михаил Ильич пожалуйста вам слово добрый день я отправлялся в презентацию коллеги можно включить презентацию Михаил Ильич ваш доклад не доклад выступления мне передали называется антикризисное управление техногазелью как пример какие в кризис вы предпринимали усилия я прошу всех выступающих следующих учесть что у нас будет доклад а теперь начинается выступление хорошо если они будут покороче Николич вам слово да я не вижу презентацию мы видим если посмотреть на первый слайд кто-то может листать слайды вот первый второй и дальше да спасибо Наталья на первом слайде хотелось показать старую библейскую историю когда Иосифу приснился сон о том что семь коров тощих и семь толстых и потом Иосиф этот сон трактовал и мне кажется вот глядя сейчас на кризис который произошел коронавирус и с тем как мы действовали что необходимо предугадывать то что будет происходить в будущем вот и когда понятно что какое будет будущее тогда и действия будут более осознанными а не такими суетливыми и если смотреть на нашу компанию и на эту ситуацию то видно что действия Иосифа привели к тому что они избежали кризиса голода а это стало возможно при инвестиции денег в создание складов и аккумуляции квота зерна и я могу сказать о нашей компании что мы очень много инвестировали денег именно тогда когда годы были тучные они инвестировали так а экономили когда годы были тощие вот большинство компаний которые я вижу на рынке они наоборот аккумулируют деньги инвестируют и их как-то раскладывают по карману когда их много и наоборот когда наступает кризис начинается очень интенсивная пора инвестиций вот можно следующий слайд вот если посмотреть на нашу компанию в этот период то у нас было несколько больших проектов то есть когда компания развивается очень быстро то руководство находится в таком состоянии инфории и вкладывает деньги во множество направлений так как денег в отрасли допустим много то соответственно можно найти инвестиции для различных идей которые являются очень перспективными близкоперспективными и насущными и вот и наша компания конечно где-то 19-му году перегрузила себя этими проектами так что ну если можно сказать что есть уровень нагрузки на корабль когда он к сожалению находится ниже определенных уровней его устойчивость становится слабой вот если вы смотрите на те проекты которые у нас были это проекта электромобиля то есть мы считали что весь мир в этом направлении развивается и наша страна будет заинтересована в развитии данного направления начали туда инвестиции с точки зрения информационно подогреть рынок и нам получить какой-то задел когда рынок начнет финансироваться другое это создание электросчетчика умного дома затем есть традиционные направления которые у нас были это разработка микросхем на чем мы специализируемся потом нас очень сильно заинтересовало направление свечевых микросхем где мы думали что малым количеством продуктов можно достичь больших успехов вот и инфраструктурные проекты и вот сегодня где-то вот здесь начинает работать интуиция где-то в конце 2018 года мы поняли что проекта электрических счетчиков нам уже не потянуть и мы создали совместное предприятие с Ростехом и начали перекладывать часть нагрузки финансовой на большое предприятие в результате в принципе длительного такого срабатывания на сегодня у нас только Ростех инвестировал на этот проект 4 миллиарда расширение производственной базы и увеличение оборотных средств то есть на сегодня из-за того что мы очень медленно работаем и все вот эти задержки с коронавирусом видно что оборотные средства в размере миллиарда примерно дают объем продаж миллиард уже разработанной продукции и ни одно предприятие брать все это в кредиты под гарантией имущества почти невозможно поэтому здесь то что у нас с Ростехом были хорошие отношения позволило нам те полтора миллиарда которые мы вложили в этот проект постепенно перенести на совместную нагрузку и где-то вот только в следующем в этом году мы получим первую прибыль 18 миллионов то есть такие сложные проекты они достаточно затратные значит когда вторая проблема которая существовала в компании это то что когда развивается компания мы очень мало уделяем внимание нескольким вещам это финансовому контролю и качеству разработок то есть когда денег много инженеры расслаблены и много итераций до рынка изделий почти ну то есть затягивается выход изделия на рынок ну и соответственно опаздывают где-то на 2-3 года что характерно и для нашей было компании и для других компаний которые нас окружают вот в результате такого и финансовый контроль то есть проекты как-то оцениваются но не до копейки еще что оказалось в кризисе очень важно знать себестоимость продукции потому что если вы не знаете точно себестоимость продукции соответственно невозможно во время кризиса регулировать объемы продаж за счет снижения цены то есть когда знаешь до какого уровня ты можешь опускаться тогда и возможно двигаться дальше вот и вот где-то в августе месяце мы начали ну то есть уже мои коллеги друзья я сам начали чувствовать что рынок какой-то не такой как предчувствие какого-то коронавируса и в 19-м году в августе мы начали менять всю финансовую службу изменили одного главного бухгалтера второго третьего поменяли с планов экономический отдел договорные отделы ну и вот вели институт управления проектом и вели экономистов и вот это все что мы начали делать в августе месяце позволило нам к маю месяца 19-го года 20-го года когда кризис уже вышел наконец начать бюджетирование организации ежемесячные вот кроме того вот одним из факторов который воздействовал в нашей компании это было где-то начало января марта и апреля увеличение кредиторской задолженности очень резко начала расти кредиторская задолженность что свидетельство о том что расходы и доходы уже не сбалансированы и соответственно ну и если можно следующий слайд соответственно пришлось вводить новую систему оплаты труда то есть мы вели грейды в половине ввод оплаты труда и сбалансирование расхода и дохода это конечно сильно ударило по психологии людей но в состоянии кризиса люди восприняли как это ну как норму куда побежишь то есть любые направления которые они хотели бы двигаться они соответственно непонятно будут ли брать другие лучше удержаться за этот корабль и где-то к началу лета нам удалось начать поднятие заработной платы и к концу года 20-го мы ее выровняли по основному персоналу на уровне докризисного кроме АУПа АУПа где-то уполовинили и не поднимались больше 300 тысяч и до сих пор пока это не поднимается кроме того были закрыты все эти проекты которые очень перспективны электромобили то есть вычленили из нее на большую группу все остальные заморозили и эта группа занимается развитием продукта то есть на нем есть интерес условий кризиса и мы даже продали сейчас 9 электромоторов с инвертором и батареями полностью полностью были закрыты свечевые направления мы вышли из свободноэкономической зоны закрыли проекты которые были неперспективны и за счет усиления работы оставшихся ресурсов пустили на очень перспективное направление которое мы считали именно микросхемой создание допустим микросхемы по новой технологии для всех электросчетчиков России и сделали этот проект с первого раза успели к всевозможным постановлениям и на сегодня являются лидерами в проталкивании этих продуктов на внутренний рынок и плюс кризис электронной промышленности в мире позволяет нам большие перспективы что мы за счет этого продукта сможем серьезно нарастить наши активы вот ну в целом если вот эти расходы доходы то есть нужно скинуть во время кризиса или лучше предварительно все чрезмерные затраты сбалансировать расходы доходы которые раскачивает корабль ну и вот и снизить скорость движения то есть если вы посмотрите на всех наших слайдах там узлы есть с которой скоростью двигается корабль это и есть инвестиции мы снижая все эти инвестиции сумели постепенно выровнять скорость баланс фирмы и в целом сейчас доводим до ума весь порядок в компании и считаем что 22 года страна все равно получит дополнительные инвестиции в данные от отраслях и мы уже как здоровый корабль которому все находится в балансе сможем брать более сложные задачи и развиваться еще большими темпами чем до кризиса ну вот в принципе я закончил свой доклад вот можно долистать эти слайды ну в целом хотелось донести наш опыт если он интересен для спасибо а что у вас по 20 году с темпами роста ну по собственной продукции у нас было до кризиса 2 миллиарда часов а после 3 миллиарда 200 то есть мы 3 миллиарда 200 то есть мы примерно выросли на 20 процентов по объемам продуктов собственной продукции соответствуйте продолжайте соответствовать классической цель выросли в этих продуктов которые были допустим оценены на высокомаржинальные рынки космос где цены не так сильно регулируются рынком и государством даже я правильно понял что в том числе поддержание высоких темпов роста вот этот кризисный ковидный год он стал возможен благодаря задельным работам в том числе неокрам которые вы в предыдущий период проводили из вашего договора я согласен я с самого начала говорил что где-то примерно если инвестиции составляют около 20% 30% оборота это позволяет компании с широким фронтом заходить на рынок потому что наш рынок к сожалению если о нашем внутреннем рынке он непонятно в таком месте прорывается и поэтому должен держать широкую номенкатуру и тогда возможен прорыв в каком-то месте балансировать события по-другому спасибо есть еще вопросы к докладчику или комментарии ну хорошо если что в конце времени останется сейчас я хочу передать слово Алексею Ивановичу Боровкову минеральному директору комп Мехлаб и тоже национальному чемпиону и одновременно является проектором по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета в общем тоже очень интересная компания очень интересная команда которая работает в университете они абсолютно лидеры в России по технологии цифровых двойников вот они собственно делали знаменитый президентский кортедж вот сейчас КАМУ электромобиль КАМАЗовский и много чего еще работают со многими иностранными концернами Алексей Иванович вот расскажите в контексте ну вот вы присоединились слушали расскажите пожалуйста как комп Мехлаб себя чувствовал в кризисный год что у вас произошло может быть как-то прокомментируете предыдущих выступающих вам слово спасибо Дан Станиславович добрый день уважаемые коллеги ну прежде всего скажу что я основатель компании в данный момент а управление все-таки не на мне находится а действительно позиция проректор по цифровой трансформации в университете где за вот это время после того как КАМПИХЛАП стал национальным чемпионом ну созданы достаточно мощные структуры это центр компетенции НТИ новые производственные технологии единственные у нас в стране все по профилю и дальше научный центр мирового уровня передовые цифровые технологии ну вот так вот судьба распорядилась что пришлось здесь потрудиться и задать такой высокий уровень сразу отмечу что у нас конечно тесная интеграция компания с университетом университет это и кадры и многие вот работы мне у Андрея Юрьевича Юданова значит очень понравился вот этот спектр когда я вижу спектр мне всегда это очень нравится не черно-белый там битовый 0.1 а вот я имею ввиду high, medium high, medium low, low о все именно у нас так и есть и даже вот эта переброска то что звучало она у нас фактически и происходит только мы ее называем это специфика вот сейчас деятельности перестройка структуры заказчиков она происходит если возвращаться к коронавирусному значит периоду ну ничего у нас не изменилось кроме того что в один день 30 марта прошлого года мы все если вот компанию брать и структуры а это несколько сотен человек перешли на удаленную работу благодаря созданной ранее цифровой платформе за которую мы получили национальную промышленную премию в 2017 году вот можно трактовать там про заделы там и так далее но это вот 17 год фактически она была действительно за вклад в кортеж была сделана но сейчас она позволяет ну достаточно широко диверсифицироваться мы одновременно работаем с 10 отраслями это 40-50 проектов одновременно вот идет хай-тековские все отрасли двигатели строения там ракетно-космическое нефтегазовое машиностроение и так далее вот дальше через вычаянно высокая интенсивность то есть ну мы в день делаем там порядка 200 это не окор соответственно 200-300 виртуальных испытаний это решение сложных задач каждый час каждый час ну час сидим и беседуем ну на нас трудится порядка 2650 там среднем за год это средняя цифра за год включая отпуска каникулы там выходные 2650 ядер за вот год коронавирус у меня статистика просто есть порядка 25 миллионов ядер часов то есть интенсивность не снизилась объемы не упали вот происходит структуризация каким образом если раньше были мелкие работы там ну условно мелкие это не окра имеется ну миллион 10 там 20 то сейчас они идут в сторону 100 100 идет в сторону 200 400 800 возникают проекты большие там скажем на 2,5 миллиарда из них там наша часть там вот не окровская она 800 миллионов но теперь вот где кто заказчик это очень важно и здесь вот у нас развилка ну конечно мы вот опять-таки вспоминая первый доклад это высокотехнологичные наукоемкие услуги в первую очередь производство это опытных образцов но это все-таки основное и единичные я бы сказал экземпляры вот как электромобиль Кама-1 который нужно было собрать сделать здесь мы интегрировали порядка там 15-20 поставщиков то есть мы интегратором можем выступать но в таких вот конкретных случаях развилка в хай-теке происходит вот сейчас наше глубокое понимание мы перестраиваем структуру бизнеса и компании группы компаний это первое в России но к сожалению деньги они что называется условно на рынке но в госкорпорациях вот серьезно госкорпорациях Ростех Росатом и дальше по списку у нас формирован консорциум из 83 компаний корпораций включая университеты национальные чемпионы вот это очень много суммарный объем ну до коронавирусной поры это порядка 7 триллионов рублей он составляет вот все кто там входит нарабатывает консорциум он нужен для мгновенной формирования локальных консорциумов вот а с другой стороны все госкорпорации они к сожалению ну так иначе под санкциями Ростех ОДК ОАГ там и пошло 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 это значит одна линия деятельности вторая линия деятельности для нее конечно ну вот университет более подходит по ряду причин я не буду сейчас это пояснять вторая линия деятельности это остальной мир мы действительно должны быть на технологическом фронтире работать с мировыми лидерами те которые даже сейчас на слуху там безумные капитализации там и так далее не буду называть персоной или там логотипы имена бренда но к сожалению мы это тоже реалии мир это санкции вот и ну я не не хочу говорить термину чтобы было понятно токсичность да но тем не менее они честно говорят вот с российской компанией мы вот не будем заключать ну хотим с вами но для этого нужно выстроить новую цепочку цепочку поставщиков или технологическую цепочку то есть мы открываем компании за рубежом соответственно дальше они должны быть аттестованы по их мерам если будет россия и партнер в россии но опять-таки не связаны то есть есть некая такой фаервол между одним миром и другим к сожалению как только есть этот они понимают что переток разный одни и те же люди технологии и так далее скорее всего на этом все и закончится то есть нам удалось выстроить и вторую вот эту линию которая позволяет действовать вот по прежнему с мировыми компаниями на технологическом фронтире и она конечно не видна с точки зрения вот тех мониторингов о которых было представлено нету ее просто как бы они это высокотехнологичные компании но это не чемпионы это за контуром чемпиона но очень тесно имеющие отношения ну и так далее то есть и так формирование других цепочек перестройка я уже сказал она вот эти крупные заказы в россии это конечно с госкорпорациями под серьезные задачи те заделы которые мы делаем электромобиль КАМА ну он фактически породил вот то что коллега говорил значит ну фактически мы начали формировать этот рынок россии электротранспорт ну как у нас формируется через стратегию социально-экономического развития то есть сейчас мы вот курируем проект развития электротранспорта в россии докладывали андрея ремчу белоусову был весь бомонд начиная всех производителей и разработчиков ну и три направления с одной стороны электротранспорт и это понимать надо как первая ступень к развитию водородного скажем транспорта 5-10 лет перспективы дальше электрозаряжающие станции дальше конечно заводы по производству батарей наших батарей а не то что сейчас китайские корейские и так далее то есть вот такая программа у него показатели достаточно солидные за три года нужно добиться скажем создания рынка на уровне 100 миллиардов рублей к 30-му году 3 триллиона рублей вот проект доложен премьер-министру премьер-министр взял его в пул вот этих приоритетных задач ну скажем так всего 120 проектов а приоритетных будет ну не больше 30 ну и вот это вот заслуга которая произошла буквально вот в последние месяцы уже в этом году достижение такое я бы сказал серьезное дальше нужно подкрепление с точки зрения инженерного дела через образование политехнического университета но ясно мы инициировали другой проект который тоже таким же образом ну через другого уже вице-премьера Дмитрий Николаевич Чернышенко премьеру доложен также взятым в пул приоритетных проектов передовые инженерные школы то есть ну скажем 30 передовых инженерных школ которые покроют все наши регионы имеется ввиду ну а круга по крупному все передовые высокотехнологичные отрасли и так далее то есть те которые побегут будут обеспечить вот этот прорыв ну дальше в нашей схеме отрыв и технологическое превосходство и это не вузы это именно школы передовые в разных вузах ведущих в том числе конечно но по определенному направлению ну в старой классификации отрасли или рынок ну вот вот это вот достаточно динамично с такими подвижными границами вот все движется вперед ну и конечно на базе исключительно значит цифровых платформ которые аккумулируют все решения и сейчас мы гордимся аналогов нету в мире на платформе 237 тысяч решений из разных отраслей это траектория проектирования вот созданные за последние скажем ну 10 лет даже людьми которые уже остались следы на платформе которых нету а у молодежи пятилетнего инженера опыт естественно того что он делал на протяжении пяти лет но вот этот диджитал брейнвей который удалось сделать оно естественно является большим заделом на будущее Александр Александрович называет гарантированное зарезервированное развитие вот это вот то что я рассказываю ну или оно позволяет достаточно спокойно смотреть в будущее или формировать это будущее или очень быстро перепрыгивать с одних технологических рельсов на другие на другой технологический фронтир оставаясь конечно же приверженцем высокотехнологичных наукоемких услуг то есть чистая такая хай-тековская вещь ну я говорил центр компетенции новые производственные технологии и второе передовые цифровые технологии научный центр мирового уровня ну единственные в стране по этому направлению вот это конечно хай-тек ну я имею ввиду технологии конечно нас выступают драйвером интегратором ну а цифровые двойники это топовая вещь которые интегрируют вообще говоря все и компоненты включая там искусственный интеллект бигдейта аддитивку когда надо но цифровое проектирование моделирование маржинальность сместилась на этап создания разработки продукции все ключевые конкурентные преимущества создаются там ну низкомаржинальный этап производства мы отдаем значит вот коллегам корпорациям вот и немножечко смотрим на сервисную часть сервисное обслуживание режим эксплуатации где цифровые двойники могут тоже помочь очень сильно вот пожалуй вот так спасибо да спасибо спасибо Алексей Иванович знаете хотел спросить есть коллеги вопросы докладчику очень очень интересно да есть в этом докладе очень упрощенно мы отдаем высокопехнологичным Ростеху предприятиям свои наработки мы работаем со счетчиками организовывая производство видим что если их просто так отдать то оно там и умрет в вашем докладе так легко сказано организовать всю систему жизнебоспечения и производства к сожалению я не знаю сумеет ли в нашей стране Ростех или другие ну в силу недостатка времени соответственно мы формируем сейчас сеть это уже не один десяток зеркально-инженировый центр как раз корпорация то есть так как мы решаем те задачи подержу тезис что это там и погибнет если передать то фактически одновременно идет и формирование среды единомышленников к сожалению передать эти знания компетенции ну которые для нас вообще прошлогодний снег вот мы можем в корпорации когда соответственно мы выполняем с ними совместно проект смешанные команды они выделяют людей которые фуллтайм трудятся и это не передается в старой схеме типа отчет опытный образец там и так далее генерируются люди новой формации если угодно поэтому да здесь есть много специфических моментов как это надо реализовать и как это реализуется но в силу регламента я не мог это осветить но в ответе надеюсь вот пояснил еще одно слабое место в этой структуре это норма прибыли то есть большие корпорации если вы хотите делать высокотехнологичные конкурентные продукты норма прибыли начинается хорошая от количества там ну допустим у нас в счетчиках 300-400 тысяч штук в год и выше соответственно дожить до этого момента не все корпорации могут то есть идет внутреннее сопротивление коллективов предприятий которые привыкли жить в условиях высокомаржинальных продуктов ну и это тоже может убить любые начинания понятно ну работа с мировыми лидерами мирового автопрома нас научила соответственно есть базовые скажем там ставки прямо чуть ли не при эскуранты например работа стоит там не знаю ну возьмем к примеру 25 тысяч евро и ты должен ее там выполнить проект за там месяц вот но сначала ты делаешь за месяц потом ты делаешь за счет ну если бы сейчас можно было я не люблю цифровизации но на самом деле цифровых платформ и автоматизации роботизации этого процесса процесса разработки сначала за три недели потом за две недели потом за неделю то есть в четыре раза быстрее ну ты это соответственно месяц трудишься это что означает ты можешь взять четыре проекта таких поэтому норма прибыли вообще вот почему контакт у нас с Александром Александровичем Аузаном мне удалось объяснить что вся экономика которая у нас есть она не описывает вот эти все цифровые трансформации скачки на другой уровень развития она от конвейера вот оттуда идет от форда поэтому она в принципе даже не понимает что происходит когда создается легким движением руки за малую сумму например продукция которая тут же идет 350 тысяч на экспорт а это моногород и соответственно вдруг моногород оказывается загруженным работой с градообразующим предприятием хотя на старте была в общем небольшая там скажем не окр ну вот то есть совершенно все по-другому происходит если ну вот такой хай-тек передовой обсуждать вот ну и по запуску новых производств правда при этом должна быть политическая воля желание там руководства акционера первых лиц или вовлеченность если так угодно по книжкам вовлеченность первых лиц в этот процесс да понятно то что здесь в таких историях велика роль как бы тех кто определяет правила игры то есть государство да и так сказать работа с теми же госкомпаниями то что Михаил Ильич сказал по поводу того что они вы просто сказали да это уже Алексей Иванович ты отметил что вы как бы низкомаржинальную часть готовы отдать госкомпаниям а сами сосредоточатся на более интеллектуальной высокомаржинальной вопрос как это как это регулировать захотят ли это захотят ли это госкомпании вот наверное действительно это вопрос одного из их учредителей государства и я предлагаю перейти как раз сейчас послушать голос власти да Егор Шипицин с нами на связи Егор ты здесь вроде я скажу что здесь коллеги слышно Егор добрый день заместитель директора департамента стратегии инноваций и экономразвития Егор Шипицин который как раз курирует тему над чемпионов быстрорастущих инновационных компаний да по плотности работает аппарат ассоциации аппарат бутсмена вот Егор вот я как раз с самого начала в общем-то звучит рефреном на круглом столе да что кризис обострил внимание к этому типу компаний мы попытались еще раз определить что это за тип компаний почему он важен почему не просто быстрорастущие но инновационные мы прошлись по конкретным кейсам и в общем все равно сводится к тому что и судя по западным источникам и по нашей ситуации регулятор тут должен как-то структурировать ситуацию да то есть как-то с этим слоем компаний нужно активно работать Минек это делал Минек устраивал эту тему да но вот сейчас по моим ощущениям и представлениям происходит некоторая перезагрузка то есть даже тема взаимодействия в больших технологических научно-технологических проектах которых заинтересовано государство которых Алексей Иванович сказал и участие национальных чемпионов участие компаний которые пока еще не стали национальными чтобы они не были так сказать загнаны в какую-то так сказать позицию вторичных игроков да где вот есть главный исполнитель госкомпания они тут главное они тут все решают мы знаем что без них действительно на внутреннем рынке особенно технологичном просто невозможно как справедливо было сказано у них сконцентрированные финансовые ресурсы и административные и проекты главные технологические у них есть с работой на экспорт на внешнем рынке сейчас есть определенные проблемы у нашего хай-тека это тоже понятно санкционное ограничение то есть Иванович коснулся темы в другом случае очень интересно как решаются эти вопросы через скрытых неизвестных чемпионов глобальных технологических цепочек как они туда входят и на каких условиях работают с зарубежными транснационалами транснациональными корпорациями но это тема для отдельного разговора а вот на внутреннем рынке то что как бы вроде бы можно что-то сделать есть ли у Миннека какие-то какие-то новые идеи поводу того как устраивать работу с госкомпаниями как в этой работе национальные чемпионы могут быть рассмотрены вот можешь прокомментировать да меня слышно хорошо да я хотел бы тогда раз мы говорим про государственные компании с госучастием одновременно про нас чемпионов сказать что здесь за последний год несмотря на то что у нас там был кризис мы много занимались решениями скажем так срочных задач по восстановлению экономики также не забывали про активности связанные с работой с этой прослойкой компании буквально на прошлой неделе министр подписал соглашение с ассоциацией и мне кажется это достаточно важный прорыв с точки зрения реконструкции взаимоотношений по проекту то есть если мы говорили что раньше это был приоритетный проект Минэкономразвития то сегодня мы выходим в новую плоскость когда ассоциации уже выступают скажем так единым окном для всей группы компаний и как сказал наш министр это намного более удобная форма взаимодействия с компаниями на самом деле это скорее всего так и будет что для нас сильно важно что этот проект который в свое время запускал Олег Фомичев что сейчас он как председатель правления ассоциации он продолжает вести эту деятельность а для нас это одно окно я не знаю насколько это скажем так сразу будет услышанно для нас это важно что мы еще благодаря соглашению обходим 59 ФЗ то есть если например к нам какое-то обращение поступает мы не просто формально должны ответить мы можем над ним поработать провести совещание подумать каким образом мы будем теле на активности которые со стороны у нас чемпионов заходят в Минэкономразвитие таким образом мы могли бы ну в том числе в рамках любых мер нефинансовый характер поддержать и развить второй трек который мы за 20-е и начало 21-го года развиваем это перезагрузка программы инновационного развития у нас методологически сейчас идет работа по во-первых кодификации всей этой деятельности то есть множественное количество документов которые регулируют взаимодействие государства с компаниями с госучастливой в части инновационной политики выглядит в виде массы протоколов один отменяет другой улучшает совершенство и так далее но это невозможно просто изучить ни за сутки ни за двое и сейчас мы хотели бы всю эту деятельность каким-то образом кодифицировать может быть в рамках единого или там максимум двух актов и там же заложить все точки опоры по взаимодействию компании с госучастием в том числе с прослойки компании у нас чемпионы мне кажется что эта деятельность она тоже должна проходить при плотном взаимодействии с ассоциацией не могу сказать сколько мы по времени на это потратим наверное двадцать первый год будет у нас именно направлен на то чтобы сделать все осуществить все наши пусконаладочные процессы на том уровне чтобы потом не пришлось переделывать вот ну и соответственно здесь по вот этим двум трекам мне кажется что в общем-то флаг должен быть у самой активной стороны а активная сторона это заинтересованные это вы это ассоциация это сами национальные чемпионы поэтому я думаю что все участники конференции с которыми мы постоянно взаимодействуем подтвердят что мы со стороны интервью развития всегда открыты готовы и скажем так что вы не сталкиваетесь с какой-то чрезмерной бюрократией во взаимоотношении с нами наоборот мы пытаемся идти быстрее для того чтобы скажем так наши внутренние процессы не давали отставать в тех инициативах которые в свою очередь предполагают скажем так совершенствование экосистемы для работы этих быстрорастущих компаний так что в очередной раз просто выражаем готовность продолжать эту работу и прислушаться ко всему что вы нам говорите тем более у нас теперь такая удобная форма есть да Егор спасибо большое мне кажется очень важно то что ты сказал про второй трек по поводу того что программа инновационного развития госкомпании большие проекты которые технологические проекты технологические проекты которые они берут на себя чтобы там как бы министерство при взаимодействии с ассоциацией учитывало интересы наших быстрорастущих технологических компаний как бы на равных не на равных но по крайней мере их интересы тоже были учтены при решении вот этих больших проектов с госкомпаниями мне кажется здесь взаимодействие ассоциаций министерства было бы важным И это позволило бы и нашим быстрорастущим компаниям продолжать быстро расти. У них, собственно, два драйвера роста. Внутренний и внешний с внешним. Это отдельная история, там есть определенные проблемы. Хотя тоже и в докладах было показано, что с экспортом нужны какие-то отдельные усилия, но это, конечно, больше не к Минеку. А вот то, что касается внутреннего рынка и больших проектов, мне кажется, действительно, ваша помощь была бы неоценима. Тем более, что в предыдущем дизайне проекта над чемпионы, постоянные питчинги и выстраивание цепочек с нашими госкомпаниями и средними компаниями с растущими технологическими, эта история начинала налаживаться и были даже локальные истории успеха. Может быть, удастся сделать их более системными. Хорошо, спасибо Минеку, что не забывает, продолжает взаимодействовать, подписал соглашение, начинается новая перезагрузка. Это здорово. Надеемся, что, может быть, тема быстрорастущих технологических компаний, как такого важного феномена, как мы уже в первой половине, в начале нашего круглого стола, обсудили сейчас мейнстрим, тренд во всем мире, понимают, что именно они будут вытягивать из кризиса целую отрасль, экспорт, инновационное развитие экономик и так далее. Я бы сейчас передал слово Александру Лиханову, который занимает пост руководителя аппарата «Амбусмена» по высокотехнологическим компаниям «Люнерам». Александр, мне кажется, что вы можете Егора логично продолжить, потому что пост «Амбусмена», который заняла Наталья Попова, он был создан, по-моему, в конце 2019 года. И вот, собственно, пришлось, работа и становление работы аппарата пришлась как раз на самый, что называется, кризисный период. Но за этот период, насколько я знаю, было довольно многое сделано, и вы стали активно взаимодействовать с ассоциацией. Сейчас, в общем, выстроилась такой неплохой тандем, и при поддержке Минека, при поддержке самих национальных чемпионов, удается достичь каких-то результатов. Вот, может быть, коротко расскажете, как вы видите политические тренды в отношении быстрорастущих технологических компаний, за которые «Амбусмен» отвечает. Вам слово, Александр. Да, Дан, спасибо большое за приглашение выступить на площадке моей тоже «Альма-Матер» из школы экономики. Рад приветствовать других участников конференции, со многими из которых я уже вместе совместно работаю, хорошо знаком. В прошлом году я действительно присоединился к команде Натальи Поповой, первого заместителя, гендиректора компании «Инопрактика», которая стала также амбудсменом. В ее первую непосредственную защиту входит в компании национальные чемпионы. Действительно, Наталья Попова сделала очень много для того, чтобы, несмотря на то, что приоритет проекта эконом-развития закончился в 2019 году, но тематика национальных чемпионов, проблема национальных чемпионов повестки действительно не уходила из правительственных кабинетов, из кабинетов профильных министерств. И в этой части я действительно ей помогаю. По части нашей GR-повестки, которую мы начали активно продвигать в прошлом году, мы подготовили большой глобальный специальный доклад, который был сделан, исходя из наших обсуждений, исходя из наших письменных, устных консультаций с руководством от чемпионов. Этот специальный доклад был передан президенту в мае прошлого года, и по итогам бюрократических рассмотрений внутри правительства первый вице-премьер дал поручение, была создана специальная рабочая группа при президенте правкомиссии по организации экономики и инновационному развитию, эту рабочую группу возглавил замглавы аппарата правительства Алексей Константинович Уваров, эта рабочая группа продолжает функционировать, продолжает действовать, активно обсуждаться до сих пор. Мы очень надеемся, что на самом деле эта рабочая группа в будущем не будет привязываться именно к нашему специальному докладу, а по возможности компаний станет постоянно действующим таким органом, который может быть таким транслятором идей, предложений национальных чемпионов, в той части, в которой очень важна координация между министерствами, потому что действительно наши чемпионы работают в разных отраслях, у них разные профильные министерства, у кого-то это Минцит, у кого-то это Минпромторг, У кого-то Минздрав, поэтому такая координирующая роль правительства, она очень важна. И помимо этого, помимо этой рабочей группы, у нас появился другой еще инструмент, JAR, нашей работы, в этой части, вы вошли в состав сайта не соревновых экспортеров, мы понимаем, что такая экспортная повестка над чемпионов, она очень важна, и как вот действительно как-то сегодня научная конференция, поэтому, наверное, мог бы обратиться к Герману Симону, то есть автору книги, автору работ по скрытым чемпионам. И вот его основной тезис заключается в том, что действительно как основной вклад в экспорт, страны таких чемпионов глобальных по экспорту, Германии и Китая, то есть он обоснован не вкладом компаний, которые входят в Fortune 500, крупнейших там не сырьевых компаний, а и вовсе как бы не стартапов, не субъектов малосредних масс, а собственно вот этой вот группы среднетехнологических компаний, быстрорастущих компаний. И я на самом деле очень рад, да, то, что в принципе правительство, да, то, что мы видим сейчас в государстве, оно понимает эту роль национальных чемпионов, компании со схожими технологическими характеристиками, и собственно я очень надеюсь, да, то, что вот ваше участие в этом строительстве срыво-экспортеров, мы, конечно, окажем большую поддержку в этой части, оно будет, оно даст, возможно, какой-то вклад, да, в развитие российского несырьевого энергетического экспорта. И помимо, вот уже сегодня упоминалось стратегии социально-экономического развития на период 2020 года, вот, мы как и на практиках, как амбудсмены активно тоже участвуем в ее работе, вот, мы видим заинтересованность, да, то есть правительство именно в этом сегменте компаний, да, потому что именно этот сегмент компаний может дать такой значимый макроэкономический эффект в короткие сроки, и вот в текущей версии, да, то есть то, что мы обсуждали, то, что мы готовили социально-экономические финансовые обоснования, да, наши меры, это будет то, что предполагается, да, то есть это специальная программа, программа льготного финансирования, льготного кредитования для национальных чемпионов, да, то, что, в принципе, не было даже во время реализации приоритетного проекта именно эконом-развития, и это, собственно, специальные инструменты по доращиванию технологических решений, да, вот этого сегмента компаний до заказа, да, до гарантированного спроса, ну, поднейших заказчиков инновационной продукции, вот, и действительно, как бы, работа была сделана большая, да, в части, как бы, выделения проблем данного сектора компании, в части, там, формулирования решений этих проблем, да, в части правового, экономического обоснования этих проблем, ну, я очень надеюсь, что, действительно, к концу этого года мы уже сможем собирать урожай, да, и, действительно, как бы, национальные чемпионы смогут воспользоваться, да, то есть теми джаро-инициативами, да, то есть реализованными уже вот этими полноценными проектами, вот, и, наверное, такая глобальная, да, то есть мой комментарий, да, комментарий от нашей деятельности Натальи Поповой, ну, заключается в том, что, наверное, такая основная миссия, да, основная концепция работы, она заключается в том, что национальные чемпионы, как мы стремимся это доказать, и национальные чемпионы прекрасно доказывают, Они показывают это, что они могут выступить надежным партнером для государства, для государственного сектора экономики. Мы должны воспринимать это как данность, что сейчас более 70% отечественной экономики прямо или косно контролируется со стороны государства. И партнером, который действительно является не просто каким-то профессиональным получателем грантов и субсидий, а после этого закрывает свое производство. Партнером, который благодаря своим темпам, значительным темпам роста, сегодня мы говорили про такие темпы 20% по Кагар, как он дает вклад в экономику России за счет увеличения собираемости налогов. И, собственно, партнером, который создает благодаря своим темпам роста много рабочих места и, что самое важное, рабочие места для высококвалифицированных специалистов и тем самым препятствуют утечке мозгов из России. Вот, собственно, вот это, наверное, как бы миссия, да, то есть сущность нашей работы. И вот мы действительно благодарны, надеемся на хорошее сотрудничество с Ассоциацией Нарчемпионов и призываем тех национальных чемпионов, которые еще не вступили в Ассоциацию, присоединиться к нам и более активно увлекаться в наши инициативы. Спасибо большое. Да, Александр, спасибо. Ну, можно сказать, пазл сложился, да, министерство, общественный амбудсмен, сами компании. Но, тем не менее, завершая наш кругу стол, у нас уже все выступили. Хочу еще раз напомнить, что мы рассмотрели, мы еще раз подошли к снаряду, мы еще раз посмотрели на феномен быстрорастущих компаний, прежде всего быстрорастущих технологических компаний. Мы рассмотрели конкретные кейсы, увидели, по крайней мере, на тех примерах, которые есть, ну и статистика, анализ, это подтверждает, по крайней мере, по выборке, ну, самых сильных быстрорастущих технологических компаний, то есть над чемпионов, которые специально отбирают, что в кризисный год они вполне себе продолжают активно расти, развиваться, и у них есть довольно серьезные, интересные проекты. Также, вот на примере двух уважаемых выступающих, Ксения Ивановича Боровкова, Михаил Ильича Павлюка, мы увидели, что так или иначе, их успехи в этот кризисный год связаны с работой с государственным сектором, с госкомпаниями, с большими государственными проектами. Этот тренд, ну, как бы, он объективный, он есть, да, этот тренд вообще, главный доминирующийся технологический тренд развития именно высокотехнологического сектора экономики. Так уж случилось, и спасибо там Минеку, спасибо аппарату, омбудсменам, омбудсменам, что они будут помогать нашим компаниям на внутреннем рынке в эти истории вкладываться, да, я имею в виду быстрорастущим технологическим, потому что им есть что там предъявить, и мы это знаем. Ну, конечно, не надо забывать и о том, что, да, санкции, да, внутренний рынок важен, государственная линия важна, но компании быстро растут именно за счет того, что это частные предпринимательские компании, которые строят свои особые индивидуальные стратегии, создают выдающиеся продукты, которые, безусловно, должны находить референции на глобальном рынке. И это направление нельзя забывать, и вот этот внешний барьер, о барьерах роста, да, внутренне непонятно, его можно с ним, его не просто снять, но можно разобраться, можно снять, да. Вот Александр упомянул и о новых финансовых инструментах, да, анонсировал, которые планируются для того, чтобы интенсифицировать рост этих компаний. И Егор Шипицын сказал о том, что будет специально выстраиваться интерфейсы с программами инновационного развития и с госкомпаниями, да и сами, в общем, компании, как на примере компания «Хлапы», вот Алексей Иванович Бураков показал, что они так драйвят, значит, ситуацию внутри, что, в общем, нарасхватывается премьеров, да, у госкомпаний, потому что без, значит, технологических лидеров, да, они просто не решить эти проблемы. Но вот глобальная история, мне кажется, ее просто нельзя как бы вот на фоне всего этого забывать, мы как-то так все немножко сейчас начинаем приучать себя к мысли, что мы надолго осажденная крепость, всякое может быть, но главное, что есть способы, есть варианты, да, поддерживать экспорт, поддерживать глобальное присутствие. То есть здесь тоже роль государства должна быть, мне кажется, ну, важной и помогающей, да, потому что наши компании выходят на глобальный рынок, мы это знаем и по над чемпионам, и по не над чемпионам. Вот очень интересно, Алексей Иванович рассказал про какие-то вот такие скрытые, значит, наши лазутчики, которые в глобальной цепочке транснационалов, значит, встраиваются и работают, в статистику не попадают, и мы про них пока еще ничего не знаем. То есть есть разные, значит, особые методы работы, поэтому мне кажется, что разобравшись на внутреннем рынке, если государство действительно эту тему поднимет как ключевую, наряду с другими государствами, о которых я сказал в начале, 50 программ в мире запущено, нужно как-то подумать о какой-то системной поддержке глобализации быстростучих технологических компаний России и прежде всего национальных чемпионов. Вот, всем большое спасибо. Может быть еще вопросы у кого-то? Да, если есть какие-то вопросы к докладчикам, пожалуйста. Или будем завершать, по-моему, мы немножко перебрали по регламенту. Если вопросов нет, еще раз всем спасибо, рад всех приветствовать на сессии менеджмента Высшей школы бизнеса и Высшей школы экономики на традиционной 22-й апрельской международной научной конференции, где мы проявили круглый стол по быстростучим технологическим компаниям, их барьерам роста и их поведению в коронакризисный год, который оказался вполне себе чемпионским. Спасибо, до новых встреч, до свидания. Спасибо, Дан Станиславович, спасибо всем, до свидания. Да, спасибо вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует...